Всем большой привет! Меня зовут Ирина, и сегодня я приглашаю вас на практику йоги для беременных. Сегодняшнее занятие будет в очень спокойном и размеренном темпе. Мы мягко погреемся, потянемся и постараемся расслабить наши напряженные поясницы. Практика подойдет для всех триместров, но только в том случае, если вы чувствуете себя хорошо и у вас нет противопоказаний от вашего врача. Но даже если вы не беременны, но вопрос поясницы и напряжения в ней для вас актуален, приглашаю вас позаниматься вместе с нами. Также практика будет хороша тем, кто только-только начинает свое знакомство с йогой. Или если вы знакомы с йогой давно, но сегодня нет сил на что-то более интенсивное. Мы садимся с вами в положении сидя с прямой спиной. Можно сесть со скрещенными ногами, можно сесть тазом на пятки, оставив колени чуть пошире друг от друга, чтобы оставить место для живота. В любом из положений следим, чтобы поясница не округлилась назад, и если в положении со скрещенными ногами так происходит, садимся тазом на возвышение. Подушку или кирпичи для йоги толкаемся сидальщими костями от опоры и вырастаем макушкой вверх. Представляем, что сзади невидимая стена, и мы тазом, лопатками и затылком, подавая чуть затылок назад, прижаты к этой невидимой стене. Вращаем плечами несколько кругов вверх, назад и вниз, начиная уводить внимание внутрь, наблюдая свою шейно-воротниковую зону. И мы с выдохом опускаем полностью расслабленные плечи и прикрываем глаза. Недолго настроимся на практику и почувствуем свое состояние до нее. Почувствуем состояние тела, состояние ума. Почувствуем все точки, где тело касается пола. И используем опору, чтобы толкнуться тазом от опоры и вырасти макушкой еще выше в потолок, представляя, что чья-то добрая рука нас мягко подтягивает все выше и выше. Плечи с лопатками при этом остаются мягкими, расслабленными. Чувствуем, как лопатки по спине стекают вниз. Шея длинная, мышцы лица расслабленные. И нижнюю челюсть полностью отпускаем. Отпускаем. Уводим внимание на дыхание. И начинаем мягко дышать глубже с каждым вдохом, наращивая амплитуду дыхания. Кладем правую ладонь себе на грудную клетку, а левую ладонь кладем на живот. И мы дышим, как будто из центра, наполняясь полностью и в грудной отдел, и в живот. На вдохе расширяемся, а на выдохе снова сужаемся в центр. На вдохе создаем пространство внутри себя. А на выдохе снова грудная клетка вниз, а живот чуть внутрь. И с выдохом ладони опускаем снова на бедра и глаза прикрываем. Наклоны головы назад и вперед, разминаем шейный отдел. При наклоне головы назад следим, что шея сзади не пережимается. Мы больше подбородком тянемся вперед и вверх. Движения мягкие, в своем комфортном ритме. Наклоны к правому, к левому плечу. Глаза скашиваем по диагонали и смотрим максимально в потолок. Доходим глазами до максимальной точки, в которой нет лишнего напряжения, не создается лишнего напряжения в глазах. И макушка вверх, подбородок вправо-влево. Смотрим то за правое, то за левое плечо. Мы стараемся вывести подбородок прямо на линию с плечом, скручиваем шейный отдел, наблюдая ощущения там при скрутке. И делаем полукруги головой только внизу. То левое ухо к левому плечу, то правое ухо к правому плечу. Приятно вытягиваем шею сзади, наблюдая, как смещается ощущение вытяжения. То больше вправо, то больше влево. И вытягиваемся макушкой вверх. Со вдохом поднимаем правую руку в потолок, с выдохом наклон влево. На вдохе правая вниз, левая вверх, выдох, наклон вправо. И в динамике вместе с дыханием продолжаем динамичное вытяжение правой и левой стороны. Со вдохом правая рука вверх, с выдохом наклон влево. И остаемся здесь в статике, тянемся правой рукой вдоль головы. Вытягиваем правый бок, если доступно, можно опуститься на предплечье. Если это некомфортно, остаемся на ладони. Дышим в правое легкое, натягиваем всю правую поверхность. И делаем правой рукой амплитудные вращения. Прямо по максимальной амплитуде, стараясь задействовать работу в правом плечевом суставе. При этом лопатка остается внизу. Не задираем лопатку к уху, лопатка внизу и только вращение в плечевом суставе. И со вдохом правая рука вверх. И с выдохом скручиваемся влево, правой рукой слегка толкаясь от правого колена. Открытая скрутка, не глубоко. Всегда наблюдаем, чтобы не напрягался живот. Толкаем левую лопатку назад, а макушкой тянемся вверх. Раскручиваемся вперед, со вдохом левая рука вверх и с выдохом наклон вправо. Выбираем на ладони мы или на предплечье. Тянемся левой рукой вдоль головы, обе седалищные кости оставляем на полу, либо на подушке, смотря на чем мы. Лопатка опущена вниз. И мы дышим максимально глубоко в левый бок, в левая легкая. И добавляем вращение левой руки по максимальной амплитуде. Со вдохом левая рука вверх и с выдохом скручиваемся вправо, левым предплечьем слегка толкаемся от левого колена. Толкаем правую лопатку назад, макушкой тянемся вверх. Разворачиваемся вперед, обе руки себе на колени. И мы начинаем плавно двигать тазом. На вдохе грудной клеткой толкаясь вперед, таз наклоняя вперед. И на выдохе округляя спину, таз наклоняя назад. Стараемся сделать движение не только в грудной клетке, но и добавить движение таза. Таз наклон вперед и назад, вперед и назад. Всегда очень внимательно наблюдаем за ощущениями в животе, не напрягаем живот. И в другую сторону. Отлично. Аккуратно отсюда переходим в кошку. Ладони под плечами, колени под тазом. Всегда можно разводить колени чуть шире, чем ширина таза, если вашему животу так комфортнее. Мы на вдохе прогибаемся, уводим взгляд вверх в потолок. И на выдохе выталкиваемся руками, округляем спину. Вдох, прогиб, выдох, наклон. Двигаемся в ритме своего дыхания, никуда не спешим. Отлично. Остаемся в нейтральном положении и вращаем тазом по кругу, уводя таз далеко назад к пяткам и возвращая таз над коленями. В одну сторону, расслабляем здесь поясницу, расслабляем тазобедренные суставы. И в другую сторону. Остаемся в нейтральном положении и здесь следим за своей спиной. Мы не вешаем живот на поясницу, чтобы она сильно прогибалась. Мы чуть собираем живот внутрь, сохраняя поясницу в своем нейтральном положении. Ладонями толкаемся от пола, не проваливаемся в лопатках. Всегда мышцы спины слегка активны. Вытягиваем назад правую ногу, ставим ее на носок и тянемся пяткой к полу. Наша задача – зайти в вытяжение задней поверхности правой ноги. Макушка при этом тянется вперед, а правая пятка назад. Наблюдаем ощущение вытяжения в икроножной мышце. И отсюда левую руку вытягиваем вперед. И здесь выбираем, кто-то останется здесь. Если есть силы пойти дальше, поднимаем правую ногу параллельно полу, держим баланс. Выталкиваемся правой рукой от пола. Шея длинная, лопатки вниз от ушей. Дышим, следим всегда, чтобы дыхание сохранялось. Дыхание не задерживаем. Опускаем левую ладонь себе снова под плечо. И правой ногой шагаем вперед. Встаем стопой справа от коврика и чуть ближе, чем ладонь. Не на линию с ладонями, а чуть пораньше. И мы делаем тазом вращение наружу, наблюдая всю работу в правом тазобедренном суставе. Наблюдайте ощущения в тазу, приятная теплота. Отлично. Уводим правую ногу в сторону. Стопа встает на одной линии с левым коленом. Правая нога прямая. И на вдохе правую руку поднимаем вверх. Мягкая скрутка. Левой рукой толкаемся от пола. Правой тянемся вверх в потолок. Фиксируем и дышим. Опускаем правую ладонь в пол. Возвращаем правое колено. И кладем левую голень параллельно короткому краю коврика. Вытягиваем правую ногу в сторону. Левая ладонь под плечом. И со вдохом правую руку поднимаем вверх. Выбираем вариант. Можно остаться здесь. А можно поднять правую ногу параллельно полу. Исходим всегда из состояния на сегодняшний день. Опускаем правую ногу. Поднимаем корпус вверх. Делаем вдох. Левая рука в потолок. И с выдохом наклоняемся к правой ноге. Вытягивая всю левую сторону. Дышим глубоко. Чувствуем приятное расслабление, вытяжение левого бока. Возвращаемся к кошке. И меняем сторону. Вытягиваем левую ногу назад. Ставим левую ногу на носок. И тянемся левой пяткой назад. Чувствуя натяжение в области икроножной мышцы. Вытягиваем заднюю поверхность левого бедра. Поднимаем правую руку вперед параллельно полу. Левой рукой выталкиваемся от пола. Не висим в лопатке. Вырастаем вверх. И выбираем. Либо остаемся здесь, либо поднимаем левую ногу до параллели с полом. И держим здесь баланс. Возвращаем правую ладонь под плечо. А левой ногой шагаем вперед. Стопа с внешнего края от коврика. И стопа чуть раньше, чем линия ладоней. Вращаем левым бедром наружу. Вращая и таз по кругу. И уводя бедро во внешнюю ротацию. Приятные ощущения в тазу. Если это движение вызывает какой-либо дискомфорт, мы уменьшаем амплитуду или вовсе его пропускаем. Никакой боли. Не терпим никакого дискомфорта. Все в удовольствие. И мы вытягиваем левую ногу в сторону. Ставим стопу на одну линию с правым коленом. Правая ладонь под плечом. А со вдохом левая рука поднимается вверх. Скрутка фиксируем. Стараемся дышать глубоко. Не задерживать дыхание. Следить, что это не происходит неосознанно. Делаем вдох. С выдохом ладонь в пол. Левая колена назад. В кошку. Правую голень кладем параллельно короткому краю коврика. Правая ладонь под плечо. Левая нога в сторону. Левую руку поднимаем вверх. И выбираем вариант. Мы оставляем левую ногу на полу. Либо поднимаем левую ногу параллельно. Полу держим. Опускаем ногу в пол. Со вдохом корпус вверх. Правая рука в потолок. И с выдохом наклон влево. Вытягиваем всю правую сторону. Следим, что лопатка не задралась вверх к уху. Опускаем лопатку вниз. Следим, что мы не завалились вперед. Либо не ушли назад в прогиб. Корпусом прям по невидимой стеночке. Сползли вниз и вытягиваем правый бок. Расслабляем мышцы лица. Отлично. И возвращаемся в кошку. Ладони под плечами. Из кошки. Правой ногой шагаем вперед. Ставим стопу почти с внешнего края коврика. И левое колено чуть смещаем влево. Так, чтобы расстояние между стоп было довольно широким. И стопы не стояли на одной линии. Мы отрываем заднее колено от пола. Облокачиваемся руками на свое правое бедро. И вырастаем вверх. Вытягиваясь макушкой в потолок. Со вдохом поднимаем прямые руки вверх. И с выдохом досгибаем правую ногу настолько, насколько нам доступно. Первое виробхадрасы нафиксируем здесь. Правое колено смотрит на стопу. Мы приятно вытягиваем переднюю поверхность левого бедра. Те мышцы, которые у нас во время беременности зажаты из-за того, что таз часто наклонен вперед. Поясница напрягается там. Мы делаем здесь вдох и с выдохом собираем. Опускаем локти вниз и собираем их сзади, как будто хотим их свести вместе. Лопатками чуть до выталкиваем грудную клетку вперед. Перекрещиваем пальцы рук. Собираем основание ладони. И еще больше толкаем грудной отдел вперед и вверх. Фиксируем прогиб. Расплетаем замок рук. Опускаем левую пятку в пол. Разводим руки в стороны. Раскрываем таз и корпус. И на выдохе сгибаем больше правую ногу. Уходим в второе виробхадрасы. Руки разведены в стороны, параллельно полу. Правой рукой тянемся вперед. Левой чуть назад. Руки прямые в локтях. Держим. Чуть-чуть включаем ягодицы, чтобы толкать таз вперед, а правое колено толкать наружу. И на вдохе левая рука на левое бедро, правое над головой. Вытягиваем правый бок. Делаем здесь вдох. И с выдохом правое предплечье опускаем на правое бедро. А левую руку поднимаем вперед и вверх вдоль головы. Утхита Пашу Аканаса. Здесь внимание на лопатку. Лопатку вниз к тазу. Шея слева длинная, вытянутая. Толкаем левую лопатку чуть назад, раскрываем грудной отдел. И отсюда опускаем обе руки в пол, правой ногой шагаем чуть правее и левое колено опускаем в пол. Мы чуть-чуть ладонями тянем пол на себя и проваливаемся тазом ниже. Вытягиваем левый носок назад. И стараемся почувствовать, как будто мы лопатки пытаемся собрать и толкнуть грудную клетку еще больше вперед. Не смещаем правую ногу на внешний край правой стопы. Вся стопа плотно прижата в пол. Вытягиваем переднюю поверхность левого бедра. И если чувствуем, что можем пойти дальше, правой рукой можно попробовать захватиться за левую стопу и подтянуть пятку чуть ближе к тазу. Но следя внимательно за ощущениями, в передней поверхности паха не должно быть никакого дискомфорта. Если что-то чувствуете, возвращайтесь на шаг назад. И глубоко дышим. Дышим через те зоны, в которых сейчас происходит основная работа. Осторожно голень отпускаем. Правую ладонь возвращаем в пол. И правое колено аккуратно уводим назад. Возвращаемся в кошку. Шагаем левой ногой вперед. Если нога широко не шагает, мы шагаем маленьким шажком и потом, как гусенички, подползаем чуть больше вперед. Левая нога почти возле левого края, а правое колено почти возле правого края коврика. Отрываем правое колено от пола. И облокачиваясь на левое бедро, встаем корпусом вверх и поднимаем со вдохом прямые руки в потолок. А с выдохом до сгибаем левую ногу, опускаясь тазом чуть ниже. Первое вирабхадрасы нафиксируем. Дышим здесь. Чувствуем раскрытый грудной отдел. Чувствуем приятное вытяжение передней поверхности тела с правой стороны. Правой пяткой чуть тянемся в пол. Стараемся выпрямить правую ногу. Делаем вдох и с выдохом сгибаем руки, опуская локти вниз, как будто пытаемся локти сзади свести за спиной. Выталкиваем грудной отдел еще больше вперед. И перекрещиваем пальцы рук за спиной. Собирая основание ладоней, оттягиваем замок назад, а лопатками толкаем грудную клетку еще больше вперед. Расплетаем замок рук, опускаем правую пятку в пол, разводим руки в стороны на высоте плеч и с выдохом сгибаем больше левую ногу, вторая вирабхадрасы нафиксируем. Взгляд поверх передней левой руки, плечи опускаем вниз, проверяем, что колено смотрит на стопу, что колено не заваливается внутрь. Мы прям толкаем колено наружу, включая чуть ягодичные мышцы. И на вдохе правая рука на правое бедро, левая над головой, обратная вирабхадрасына, вытягиваем всю левую сторону. Тянемся прямой левой рукой вдоль головы, чувствуя, как мы через руку удлиняем эту линию вытяжения. Делаем вдох и с выдохом левое предплечье на левое бедро, а правую руку вытягиваем вперед и вверх вдоль головы. Взгляд из-под правого плеча в потолок. Если шея так сильно устает, смотрим вперед, выбираем свой вариант. И подстраиваем вообще всю практику под себя, под свое состояние сегодня, под свое настроение, под ощущение. Делаем вдох, с выдохом обе руки опускаем в пол, отшагиваем левой стопой чуть левее, правое колено опускаем в пол. И обеими руками на вдохе тянем пол на себя, стараясь лопатками грудную клетку толкнуть еще больше вперед. Чувствуем, как таз проваливается вниз и снова чувствуем вытяжение передней линии справа. И если готовы пойти чуть дальше, то сгибаем правую ногу и пробуем захватиться левой рукой за правую стопу. Подтянуть пятку ближе к тазу, провалиться тазом чуть ниже к полу и вытянуть чуть интенсивнее переднюю сторону. Главное не забываем дышать и расслаблять любое лишнее напряжение, что есть в теле. Всегда проверяем область живота, что живот расслаблен, что при дыхании там есть движение. Мягко голени отпускаем, ладони возвращаем в пол и левым коленом уходим назад в кошку. В кошке мы с вами, сохраняя таз над коленями, шагаем руками чуть вперед, проваливаясь грудной клеткой вниз. Опускаем лоб на коврик и только ладони и лоб опускаем, локти при этом стараясь сохранить на весу, а грудной клеткой проваливаемся вниз. Не разводим ладони шире, чем ширина плеч. Раскрываем грудной отдел и мягко возвращаемся назад. Разводим ладони пошире, ставим прям ладони на пол, так чтобы у нас пальцы оставались на коврике, а ладошки уже на полу. Пальцы смотрят друг на друга, таз над коленями, мы на вдохе грудной клеткой опускаемся между ладоней в пол, а на выдохе выталкиваем спину, округляем лопатки в потолок. На вдохе грудным отделом в пол, на выдохе широкой спиной в потолок. Отлично, возвращаем ладони под плечи, кошка. И мы с вами вращаем позвоночником по кругу, вокруг своей оси рисуя круги. Со вдохом прогиб, с выдохом круглая-круглая широкая спина. Вдох прогибаемся, выдох округляемся. Ловим амплитуду своего дыхания и подстраиваем движение под амплитуду дыхания. Отлично. И в другую сторону течем также мягко-медленно вместе со своим дыханием. На выдохе живот чуть собираем внутрь, уводим его назад к позвоночнику, даем пояснице передохнуть, округляя ее. Отлично. Сохраняем нейтральное положение позвоночника. Ставим пошире чуть-чуть колени и стопы. Ставим стопы на носки. Делаем вдох и на выдохе, не выпрямляя ноги в коленях, только таз толкаем вверх в потолок, сохраняя прямую спину и прямой позвоночник. Выталкиваем седалищные кости вверх, собака мордой вниз. Хорошо толкаемся ладонями от пола. Если руки сильно скользят, мы можем себе позволить захватиться ладошками за края коврика. И так проще выталкиваться и вырастать. Мы стараемся вытолкнуться руками от пола, удлинить область подмышек и вытолкнуть таз еще выше в потолок. Прямые ноги нас здесь не интересуют. Нам важно вытянуть нашу спину, дать расслабиться пояснице, расслабить шею, позволить голове мягко свисать вниз. И наблюдаем за ощущениями внутри головы в таком полуперевернутом положении. Если чувствуем повышенное давление, головокружение, любой дискомфорт, опускаемся снова на колени. И мягко опускаем колени в пол. Поднимаем корпус вверх и кладем кулаки себе на крестец. Со вдохом толкаем таз вперед, собираем локти чуть поуже сзади. И кулаками, оттягивая ягодицы вниз, толкаем таз вперед, а грудную клетку вверх. Фиксируем прогиб у штрасана, неглубокий прогиб. Так, чтобы скомпенсировать переднюю линию после собаки, в которой мы снова зажали наши мышцы. Хорошо, со вдохом поднимаемся. И с выдохом опускаемся в шишанкасану, разводя колени пошире, пятки вместе, колени врозь. Опускаем таз на пятки и опускаемся вперед, шагая руками до той степени, до которой нам позволит живот или наше ощущение, чтобы все было комфортно. Если живот позволяет, мы опускаемся головой до пола. Если нет, можно под голову подложить подушку, либо просто остаться в упоре на руках. Округляем здесь поясницу и расслабляемся. Мягко приподнимаемся вверх и переходим в положение сидя. Вытягиваем ноги вперед. Мы сгибаем правую ногу, левую оставляем прямой для Джана Шершасаны. На вдохе поднимаем прямые руки вверх. И на выдохе стекаем вниз, опускаем ладони справа и слева от нашей левой колени. Чуть-чуть ладошками тянем пол на себя, стараясь вытянуть область поясницы. И насколько нам позволяет живот, настолько опускаемся в наклон. Если необходимо, можно левую ногу чуть-чуть отодвинуть в сторону, чтобы дать больше места для нашего живота. Прикрываем глаза. Натягиваем левый носочек на себя. Пальцы левой стопы смотрят в потолок. Лопатки опущены вниз. Мышцы лица расслабляем. Дышим глубоко, наблюдая ощущение вытяжения по задней поверхности левого бедра. И на вдохе приподнимаем корпус вверх. Ставим левую стопу чуть ближе к тазу, руками упираемся на пол сзади. И правый голеностоп накидываем на левое бедро. Толкаем правое колено вперед, а грудной клеткой движемся чуть ближе к нашей правой голени. И если позволяет нам наш правый тазобедренный сустав, то садимся тазом и чуть ближе к левой стопе. Стараемся толкнуться руками от пола, толкнуть грудную клетку еще ближе к правой голени. И вытянуться макушкой вверх, почувствовать хорошее вытяжение в ягодичные мышцы справа. Отлично. Возвращаемся, вытягиваем левую ногу вперед. Ставим обе стопы справа и слева на края коврика. Руки остались сзади. И руками мы продолжаем чуть выталкиваться, чтобы поясница не вываливалась назад. Мы делаем вдох и на выдохе оба колена опускаем вправо. Вдох вверх, выдох оба колена влево. И продолжаем. Мягкие скрутки, вытягиваем здесь поясницу. Отлично. И возвращаемся, вытягиваем правую ногу вперед. Левая стопа с внутренней стороны правого бедра. Для Джануша Шасаны правый носок на себя. Мы на вдохе тянемся прямыми руками в потолок, макушкой за руками вверх. И на выдохе уходим в доступный на сегодняшний день для нас наклон. Если доступно так, остаемся так. Если некомфортно, уводим правую ногу чуть-чуть правее. Выбираем свой вариант, несмотря ни на кого. Смотрим только внутрь себя, на свои ощущения. Бесправильно и неправильно. Ориентируемся только на свое тело. На его состояние. На то, что оно нам подсказывает. Сохраняем глубокое дыхание. И на вдохе корпус поднимаем вверх. Сгибаем правую ногу, стопу чуть ближе к тазу. Руки за тазом толкаются от пола. И левый голеностоп накидываем на правое бедро. Толкаем левое колено вперед от себя. И грудной клеткой стараемся прижаться чуть поближе к левой голени. И, возможно, тазом подсесть чуть поближе к правой стопе. Выбираем свой вариант. Главное, не вываливаем поясницу назад. Макушкой тянемся вверх. Прикрываем глаза. И дышим через левый тазобедренный сустав. Через левую ягодичную мышцу. Наблюдаем ощущения в животе. Живот расслаблен. И выходим, снова опуская стопы на правый и левый края коврика. Делаем вдох на выдохе, ноги вправо. Вдох вверх, выдох колени влево. Еще несколько скруток. Отлично. И снова садимся в удобное положение со скрещенными ногами или тазом на пятки. Вытягиваемся макушкой вверх. Расслабляем ладони себе на бедра и прикрываем глаза. Уходим внутрь. И наблюдаем свое ощущение уже после практики. Как чувствует себя тело? Что подсказывает нам? Ощущается ли тепло внутри тела, жизнь? Мы делаем вдох. И с выдохом открываем глаза. Мы закончили наше занятие. Я благодарю вас за то, что вы выбрали мое видео. До встречи в новых и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok